МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для этого мне понадобится кладбив кукуруза, рис басмати, фенхель, жгучий перец, имбирь, два вида сладкого перца, зеленый и красный, немножко кунжута, зеленый горошек и ананасовый сок. Время приготовления моего салата 15 минут, потому что рис будет вариться именно столько. На счет раз я поставлю варить рис в кипящую воду. Как сделать рис, чтобы он был рассыпчатым? Возьмите одну часть риса и две части воды, не больше, можно даже чуть меньше. Рис, соль. Соблюдая пропорцию 1 к 2, мы просто делаем все возможное для того, чтобы рис всю влагу и воду впитал, и зернышко от зернышка отлипало. Итак, я поставил рис вариться. Через 15 минут он будет готов. На счет 2 я очищу овощи и нарезаю их мелким кубиком. Начну с фенхеля. Фенхель – это странная луковица, которую обычно люди трогают в магазине и кладут обратно на полку. Фенхель мне понадобится половинка. Изрежу я его кубичком мелким. Имбирь. Свежий корень имбиря достаточно ядовитый, и для салата мне понадобится буквально 5 грамм. Ядовитый я в том смысле, что очень сжгется. Нарезаю имбирь мелко-мелко. Сначала пластинками, потом пластинки складываю в башенку, и потом еще раз ножиком прохожусь до соломки, а затем меленько-меленько-меленько перчинку поставлю. Разрежу вдоль, удалю семена. В это блюдо я положу целый чили перчик. Часть перца нарежу соломкой и замешаю его в салат, а часть у меня пойдет в соус. И тоже его сделаю мелко, как имбирь. Кубиком. Кубиком перец готов. А остаток я нарезаю соломкой. Помните, после нарезания жгучего перца тщательно помойте нож и доску. Я нарезал имбирь, анис и перец. На счет три я приготовлю соус для салата. Для этого я вскипячу ананасовый сок. Добавлю в него часть аниса. Часть я свежего оставлю для салата. Имбирь и жгучий перец. И сахар. Не буду ждать, пока мои овощи сварятся, а просто добьюсь кипения и подтяну крахмалом, разведенным с холодной водой, до состояния киселя. Итак, я добился кипения. Ввожу крахмал порциями, чтобы соус не перетянуть. Помните, что крахмальное зерно берет влаги больше, чем оно весит само 50 раз. Консистенция киселя и снимаем с плиты, чтобы соус не кипел. Мой соус готов. На счет 4 я нарежу лук перьями, а сладкий перец кубиком. Лук мне понадобится в основном зеленая часть. Сухие кончики я срежу. У перца удалю плодоножку. На этот салат я взял красную и зеленую перчину. Зеленый перец повсеместно используется в кухнях Востока. В Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Китае. В салат я режу перец кубиком. Красный. Зеленый. Так, перца мне понадобится ровно одна треть. Ну вот, я нарезал зеленый лук и два вида перца. На счет 5 я нарежу бэби кукурузу и обжарю белый кунжут на сковороде. Кунжут жарится быстро. Раскалите сковородку слегка и дождитесь, пока он изменит цвет. Бэби кукурузу я нарежу в косую небольшими сегментами. Ну вот, мой кунжут практически мгновенный меняет цвет. Я поджарил белый кунжут и нарезал бэби кукурузу. На счет 6 я смешаю все компоненты. Лук перьями добавлю в рис. Немножко оставлю на украшение. Свежий анис. Кунжут Бэби кукурузу Сладкий перец Жгучий перец Зеленый горошек Перемешаю компоненты с рисом И затем заправлю соусом. Вьетнамский рисовый салат готов к подаче. На счет 7 я выложу салат через сервировочное кольцо. Аккуратненько выложу салат Слегка утрамбую У меня где-то получилось 6 порций салата Украшу кунжутными семечками Вокруг налью капли соуса И соломинки зеленого лука Сниму сервировочное колечко У всех вкусы разные Я уважаю ваш экзотический вьетнамский салат Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин